Сегодня в Доме правительства республики обсудили ключевые темы послания президента страны. Перечень поручений для региональных властей большой. От развития реального сектора экономики до укрепления института семьи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Без вложения в человека не добиться экономического прорыва. Это одна из ключевых задач будущему составу правительства и региональным властям. Главная тема послания президента – поддержка семей с детьми. Финансовая помощь из федерального бюджета, по словам Владимира Путина, должна стимулировать рождаемость. По расчетам на реализацию госпрограмм, только в этом году республике будет выделено более 5 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что фронт работы местных властей колоссальный. Это огромное средство для того, чтобы наши малобеспеченные семьи, новодетные семьи почувствовали внимание со стороны государства и реально, ежемесячно, без сбоев могли получать все эти социальные выплаты. В числе президентских мер поддержки – выплаты семьям за каждого ребенка, компенсации за ипотеку, а также увеличение материнского капитала, право на который получат и те, кто родил первенца. При рождении первого ребенка семья получит право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. При рождении второго ребенка размер материнского капитала увеличится еще на 150 тысяч рублей. Соответственно, появляется у людей право, да, значит, использовать этот материнский капитал на улучшение жилищных условий. Большинство из тех, кто сейчас проживает за чертой бедности, должны почувствовать прибавку в семейном бюджете. Это приоритет в работе властей на местах, отметил глава региона. В казне республики заложат многомиллионные суммы на горячее питание в школах, которое должно стать бесплатным для учеников младших классов. Это тоже колоссальная государственная поддержка, поэтому здесь Минфин, соответственно, Минобор, муниципальное образование должны сделать четкие расчеты. Мы кухонное оборудование детских садов, школах поменяли. Расходы на социальную сферу в этом году вырастут. Необходимые суммы в бюджете региона заложены. Немалая доля в местной казне – собственные доходы. По основным направлениям мы имеем рост, но мы запланировали при формировании бюджета, что будет уменьшение по налогу, поступление по налогу на прибыль организации. Это связано с расовым поступлением в 2018 году. И налога на имущество организации, это связано с изменением федерального законодательства. Члены правительства подвели и предварительные итоги социально-экономического развития республики. Предприятия региона показывают уверенный рост. Большим спросом пользуются бульдозеры, вагоны и электротехника. Объем отгруженной продукции организации промышленного комплекса составил 278,4 миллиарда рублей, что составляет 120% к уровню 2018 года. Производство продукции сельского хозяйства 104,2%. Намолочено зерна порядка 725 тысяч тонн, что составляет 114,6%. К 2018 году накопано 444 тысячи тонн картофеля. В этом году предприятия и республики должны нарастить объемы экспортных поставок. Такую задачу перед промышленным комплексом региона поставил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.